Рад всех приветствовать, друзья. Ну что ж, наконец-таки пришел ко мне саундбар от Xiaomi. Заказал на Алиэкспрессе вот такую коробочку здоровую. Шел он месяца три, наверное. Я уж думал, потеряли, потому что, ох, как же он долго добирался. Сначала он где-то месяц, наверное, или полтора до этих всех событий с коронавирусом добирался до таможни. Потом там на таможне еще месяц где-то лежал. Потом его передали в транспортную компанию DPD. И там они его доставляли тоже что-то очень медленно, очень как-то долго все это происходило. Я уж думал, не привезут, но такие привезли. И на этом, как говорится, спасибо. Поэтому обзорчик саундбара. Покупался вообще этот саундбар, в принципе, для вот этой вот зоны. То есть зона рабочая. Ну и также я здесь смотрю всякие такие там сериалы какие-нибудь там. Играю на приставках в основном вот на этой зоне. К примеру, какие-то фильмы, которые не требуют прям супер каких-то спецэффектов. Это все делается на второй зоне. Вот. Вот. И вот этих вот колонок, которые здесь стоят, пионеровских, они подключены чисто к компу. И они не подключены вот к этому телеку. А телек этот пионер, он же без колонок идет. То есть полностью там отдельно надо покупать ему либо колонки такие специальные, либо подключать его в систему домашнего кинотеатра. Потому что это такой профессиональный, как бы элитный референсный телевизор. Очень хороший. Вот. Поэтому я к нему просто подключал как бы динамики такие от старого ЖК телевизора достал. Просто проводами подключил. И они там за телевизором как бы работают. В принципе, схема рабочая. Усилитель там хороший в телевизоре. Но, сами понимаете, маленькие динамики из телевизора. А-ля что-то там телевизор такой на 25 дюймов был. ЖКшный LG. Я его на помойке нашел. Разобрал, естественно, динамики достал. Вот. Но это все было неплохо, пока я подумал. Часто играю. Часто смотрю как бы фильмы на этом телевизоре. Поэтому надо купить саундбар. И купил. В принципе. Потому что, ну а что сюда покупать в эту зону? Боковые динамики для этого телека смысла нет. Потому что он сейчас на продаже как бы. Я потом повешу сюда обратно этот Panasonic свой. На Panasonic звук, ну тоже, ну обычный звук как бы с телевизора не совсем хороший. Хотелось что-то погромче, помощнее, покачественнее. А здесь зона маленькая. Какой-то есть вариант был у меня, допустим, взять. Если бы я использовал только этот Pioner без продажи. Можно было бы отдельно какие-то нормальные колоночки купить от домашних кинотеатров. Там сверху повесить. Можно было так сделать. Но я сделал вообще идеально. Взял на Алиэкспрессе за 5000 рублей. Заказал саундбар Xiaomi. Потому что я помню еще вот эту тему с саундбарами. Когда с 2011-12 год в Эльдорадо работал. Помню, там популярная вот эта тема пошли. Они еще были такие здоровые, громоздкие. С это самое, с Blu-ray приводом. Чтобы можно фильмы на них было смотреть. Там Самсунги. LG-шки. Дешевые LG-шки стоили там, как сейчас помню, там что-то 10-990 в Эльдорадо. Потом Самсунги более крутые, такие длинные. Сейчас это тоже можно був их взять за недорого на самом деле. Там Самсунги, я помню, 20 тысяч рублей стоили они еще с этим сабвуфером отдельно стоящим. Вообще саундбары как бы тема такая вот для маленьких комнат. И они разных вообще ценовых категорий бывают. То есть бывают там дорогущие там тысяч за сто, к примеру, какие-нибудь Ямахи там с кучей маленьких динамиков. Они направлены и там вся схема заключается в том, что с очень маленькой комнаткой. Вы ее как бы вешаете, этот саундбар, звук отталкивается с тем, там алгоритмы самого саундбара этот весь звук обрабатывают. И в принципе получается некое такое подобие как бы даже объемного звучания. С нормальным, конечно, домашним кинотеатром не сравнить. Но в принципе для маленьких помещений выход нормальный. Вот. Играют эти саундбары громко. Ну вот тех старых, которые с этим приводом, я много всяких слышал, когда работал в Альдорадо. В техносиле, по-моему, тоже их продавали еще. Хотя, по-моему, тогда они уже на спад пошли, все эти саундбары. Это вот такая тема. И вот в принципе подумал, вот Xiaomi, фирма-то хорошая, я как бы пользуюсь ими, их техникой. То есть у меня там и клавиатура Xiaomi есть, еще что-то там от Xiaomi, телефон есть от Xiaomi. И как бы ребята хороши, молодцы, делают качественные вещи. Дизайн мне очень нравится, опять же, этой компании. И взял вот такой вот саундбар. Сейчас я его отключу, это будет очень сложно сделать, потому что я тут все на подключал. Придется отключать. Так, ладно. Потому что я подключил практически все, что только можно. Все какие выходы в нем есть, я все полностью занял. Итак, смотрите, какая вещица. Вот такой вот паренек. Я его, правда, уже сегодня йогурт пролил на него. Ну, пил просто йогурт, я постоянно пью руки, а руки, сами знаете, вот такие трясучки. Этими трясучками все, что угодно обранишь. Вот коробочку держу, вот так вот. Пью, и все, и нахер сдавил чуть-чуть сильнее. И весь саундбар, короче, немножечко спереди облил. Ну, благо быстро тряпкой протер. А тут, видите, как бы вот этот вот гриль, если это так можно назвать, он встроен, вот эта матерческая ткань, встроена прямо в корпус. Вот прямо в корпус, видите? То есть, если вы ее как-то замарали, то отстирать будет проблематично. Ну, потому что особо-то манчить не будешь. Все-таки, что там динамики какая-то, конструкция, скорее всего, какие-то, возможно, отверстия внутренние. Внутрь попадет влага, и все. Здесь, смотрите, управление, вот даже немножко йогурта осталось. Вот такие вот кнопочки управления на нем здесь. И сразу же переключение входов. То есть, и смотрите, сразу есть Bluetooth. То есть, вот кнопочка Bluetooth. Я телефон подключал, айфон без проблем подключился, без всяких инструкций. AUX, Line-in, SPDIF и оптика. То есть, все основные входы, HDMI только нет, как бы, по HDMI не подключишь. Ну, и вот они входы. Я все их полностью проверил. То есть, вот оптически проверил. Самый, кстати, качественный звук у меня получился через оптику. Он посильнее, покачественнее. Стерео-джек. Это, в принципе, вход тоже самое получается. Просто другого типа подключения, но тоже самое стерео. И все, и питание. Питание отдельно им идет блочком. Я сейчас вам его достану, подключу. Вот так включается кнопочкой. Вкыл-выкыл. То есть, вот если мы, допустим, его включили, все, он уже не выключается. Сам просто здесь, вот, допустим, включили. AUX, IN. Он запоминает. Даже если мы выключим тумблером и в следующий раз включаем, он сразу же будет на AUX. То есть, на том входе, на котором был. Полностью все проверил. Звучит, в принципе, неплохо. Также, смотрите, по корпусу все-таки давайте сначала пройдемся. Большие такие резиновые ножки. И вот здесь, вот так вот. Относительно тяжелый. Но, в принципе, нормально, увесистый. Пластик, пластик, пластик хороший. Качественный. Собрано хорошо. Опять же, без болтов. Если понадобится разобрать, то это все, я так понимаю, на клею. И будет разобрать его крайне сложно. Но, в принципе, и ладно. Повесить на стену можно. Вот они отверстия. Узенькие, тоненькие. То есть, как хотите, его вешаете. Можно вот под телевизор, над телевизором. Но, единственное, над телевизором как бы неудобно будет управлять. Хотя, если, допустим, у вас тока к телевизору, он подключен. К примеру, с телевизора у нас здесь есть, ведь забыл еще сказать, помимо оптики здесь есть еще вот коаксильный цифровой выход. То есть, вот, можно телевизор подключить, допустим, вот по этому коаксильному цифровому выходу, по оптике. Я свою плазму вот через эти выходы подключил. А DUNA HD Media Player я подключил оптическим кабелем. В комплекте, кстати, идет у него только один кабель. Я его не распаковывал. Вот такой обычный коаксильный как бы кабелек. Ну, есть обычные тюльпанчики. Кстати, вот два шурупчика таких с дюпелями, чтобы вешать на стену. Сразу же это предусмотрели. Это тоже идет в комплекте. А инструкция. Ну, простейше на китайском языке я ее не читал. Так, сейчас покажу блок питания, как выглядит. Так, вот блок питания. Естественно, вот такой вот Xiaomi. Тоже классный, качественный. Ну, видно, что фирменная вещь. То есть, вот дизайн прям такой вот, как у Apple. Там проводочек, вот это все. Внимание, понимаете, к деталям, к мельчайшим. То есть, не просто выход, а вот. Ну, вот типичный Apple такой. Вот как бы, мне кажется, очень красиво. Ну, и вот штекер обычный. По характеристикам сам блок питания, он на 16 вольт 2,5 ампера. Вот так вот. Ну, и заметили, что американская вилка, да? То есть, американская, японская. Ну, если вы используете удлинители самой Xiaomi, да? Я, в принципе, пользуюсь вот давно уже вот этими либо Xiaomi-шными удлинителями, ну, разветвителями, фильтрами, как хотите их называйте. Либо другой компанией, ну, вот с таким типом вилки. То есть, здесь и под китайскую вилку, и под американо-японскую, и под европейскую. То есть, у меня проблем с подключением, естественно, нету. Все входит. Но, в принципе, китайцы ложат переходничок на европейскую вилку в комплект. То есть, просто переходничок одевается и все подключается. По характеристикам самого саундбара вы сейчас на экране, в принципе, можете посмотреть их. Если кого это интересует. Сразу же ввел. Я их перед покупкой не смотрел. Мне, в принципе, наплевать. Я прекрасно понимал, как он будет играть. И, в принципе, вот что я от него ожидал в плане игры там. Мне нужно просто... Был более-менее нормальный громкий звук с более-менее нормальными басами. Ну, в принципе, он такой и есть. То есть, басы нормальные, звук громкий, достаточно громкий. Диалоги, естественно, разборчивые. В принципе, звучит, ну, лучше, чем в динамике телевизора. То есть, и громче значительно, чем в динамике телевизора. Ну, и относительно качественнее. Ничего не дребезжит, никакого хрипящего звука. По блютузу телефон достаточно далеко. Можно уйти, работает нормально. То есть, даже с учетом того, что в моей комнате очень много там электро-каких-то помех. Много и радиотехники, и аудио-видеотехники. В принципе, помех для работы не создала. Работал нормально. Что же касается, если сравнить его с моим дорогущим домашним кинотеатром. Ну, тут, естественно, ни в какое сравнение в плане громкости, там, напора, баса, вот этого объемного звучания. Объемного звучания здесь, естественно, никакого нет. То есть, ну, просто как вот центральный канал, колоночка работает. Даже, в принципе, некоторый эффект, как бы, стерео тоже присутствует. То есть, если там вот на отдалении сидеть, ну, примерно понимаешь, что, допустим, если звук вот прям направлен конкретно на одну сторону, ну, вот примерно чуть-чуть чувствуешь даже, что звук там меняется, допустим, если в персонажи в фильме перемещаются. Вот, дизайн очень нравится, говорю, то есть, красивый, стильный. Есть в черном исполнении, он чуть подороже стоил. Я поэтому взял самый дешевый, вот в белом, потому что, как бы, характеристики те же самые, а черный стоил подороже. В принципе, если вам это принципиально, то черную версию найти тоже можно. На эту ссылочку в описании, естественно, оставлю. Что касается музыкальных композиций, я, как вы знаете, не меломан, но послушал, в принципе, какие-то композиции, повключал. Поет и поет. В принципе, говорю, достаточно громкие, басы более-менее какие-то имеются, объемного звучания, естественно, нету. Если сравнивать с домашником своим. Ну, а что тут сравнивать? В смысл, блядь, 5000 рублей домашний кинотеатр там. Как бы устройство такое, то есть, если у вас комнатка маленькая, особо тратиться нету смысла. А хотите, чтобы там погромче, посерьезнее играло, чем вот в телевизоре, к примеру. Ну, или музыку там с телефона послушать. Это ведь суть-то удобства заключается в том, что вот штука эта там и к телевизору подключена, да. При этом захотели там со смартфона музыку послушать. Взяли, нажали вот эту кнопку Bluetooth, все, телефон тут же соединился и сразу же слушаете. Удобно, неплохо, хорошо. Поэтому вот такой вот саундбарчик мне понравился. Особо никаких нареканий в работе я его не выявил. Вполне себе сойдет. Не совсем забыл сказать, друзья, Dolby Digital формата он не понимает. То есть, вот эти всякие DTS, Dolby Digital, поэтому на DUNA HD, вот, кстати, кабелек, видите, цифровой, вот этот оптический, вот так вот он светится. Вот, поэтому он ничего не понимает. На самой DUNA HD, естественно, надо выставлять формат звука в PCM, то есть, чтобы сама DUNA обрабатывала звук. Иначе ничего будет, работать не будет. Поэтому, стало быть, он понимает только стерео. Ну, тут как бы ничего не удивительного такого класса саундбар. Так, ну и вот он, смотрите, вот, видите, так переключаются сигналы. Мне нравится. Так что, вот такой обзор, краткий, вполне себе. Сейчас вам вставлю некоторые вставочки, сравнение его с домашним кинотеатром. Ну, просто послушайте, чисто для интереса, если кому интересно. Вот. Ну, а на этом все. Всем спасибо, друзья, всем пока. Держись! 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 Итак, друзья, давайте послушаем музыку, фонотеку с ютуба. Именно для того, чтобы не было проблем с авторскими правами, я включаю именно вот эти песни с ютуба. Ну, тут разные жанры. Ну что ж, вот саундбар включен, подключение сейчас AUX, и давайте послушаем. Песня вот она. Давайте на колонки переключу. Это уже пионер диджей 40 играют. Для сравнения. Так, обратно включаю саундбар. Всё, это уже саундбар. Ну, тут разница только. Вот, могу погромче его сделать. Ещё какие-нибудь композиции давайте. Песня хорошая, да? Ну, и с колонок, собственно. Обратно саундбар. До встречи. Проект. Редактор субтитров. Продолжение следует...